Беседа двадцать девятая. После чего пришел Иисус с учениками своими в земли иудейскую, и там жил с ними и крестил. Нет ничего светлее и сильнее истины, равно как нет ничего без сильней лжи, хотя бы она прикрывалась бесчисленными покровами. Ложь легко уловить и опровергнуть, а истина открыто предлагает себя всем, желающим видеть красоту ее. Нет ничего светлее и сильнее истины, равно как нет ничего без сильней лжи, хотя бы она прикрывалась бесчисленными покровами. Ложь легко уловить и опровергнуть, а истина открыто предлагает себя всем, желающим видеть красоту ее. Она не любит скрываться, не боится опасности, не трепещит наветов, не домогается славы народной, не подвержена ничему другому человеческому. Она стоит выше всего, подвергаясь, конечно, тысячам наветов, но оставаясь необоримою. Прибегающих к ней она охраняет, как крепкую стеною, величием своей силы. Не терпит скрытных убежищ, но предлагает открыто всем все, что есть в ней. Это показал и Христос, когда сказал Пилату. Я не учил тайны и не скрывался в учении моем. Иоанна 18, 20. Это он тогда сказал, а теперь сделал. После всего сказано, пришел в землю иудейскую он и ученики его, и тут жил и крестил. В праздники он приходил в город, чтобы там предлагать учения среди народа и чудесами благотворить ему. По окончании же праздников часто отходил на Иордан, потому что и туда стекалось множество народов. Он всегда посещал места многолюдные не из желания показать себя или из любого чести, а с той целью, чтобы большему числу людей доставить в пользу. Так как далее евангелист говорит, что не Иисус крестил, а его ученики, то ясно, что и здесь он говорит то же. То есть крестили только ученики его. Почему же, скажешь, не крестил он сам? Еще прежде Иоанн сказал, он будет крестить Духом Святым и огнем. Иоанна 1, 3, 11. Но Духа Святого он тогда еще не подавал, потому, конечно, и не крестил. Но ученики делали это, желая многих привести к спасительному учению. Для чего же, когда стали крестить ученики Иисуса, Иоанн не переставал делать это, а и он продолжал крестить и делать это до самого своего заключения в темницу. Иоанн также крестил в Яноне, близ Салима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Иоанна 3, 23, 24. Именно показывает, что он тогда еще не переставал крестить. Для чего же, скажешь, он крестил до сих пор? Ведь он, перестав крестить, вместе с тем, как начали ученики Иисуса, конечно, показал бы этим преимущество их. Итак, для чего он продолжал крестить? Для того, чтобы не возбудить в своих учениках большей зависти и соперничества. И если Иоанн не убедил их последовать Христу, несмотря на то, что вопиял тысячу раз, всегда уступал ему первенство и признавал себя меньшим его, то если бы еще он перестал крестить, тем более возбудил бы в них соперничество. Поэтому и Христос тогда особенно стал проповедовать, когда Иоанн был умершлен. И я думаю, что смерть Иоанна и была допущена, и последовала так скоро для того, чтобы внимание всего народа обратилось на Христа, и мнения уже не разделялись между тем и другим. Впрочем, и крестяй Иоанн не переставал увещевать и показывать великое и высокое достоинство Иисуса. Он крестил не для чего-либо другого, а только, чтобы веровали в грядущего за Ним. Деяние 19.4 Итак, проповедуя это, как бы он показал достоинство учеников Христовых, если бы перестал крестить? Тогда подумали бы, что он это сделал по зависти или досаде. А продолжая проповедовать, он доказывал еще сильнее их досточтимость. Не себе приобретал славу, но отстывал слушателей ко Христу, и не меньше учеников его содействовал ему, даже еще больше, потому что его свидетельство было неподозрительно, и он имел у всех больше славы, чем они. На это указывал и Евангелист, сказав, приходила к нему вся Иудея и вся страна Иорданская. Батфея 3.5 Да и в то время, когда крестили ученики, народ не переставал приходить к нему. А если бы кто захотел узнать, имело ли какое-нибудь преимущество крещение учеников Иисуса перед крещением Иоанна, мы скажем, что никакого. То и другое крещение равно не имело благодати Духа. И целью того и другого было только приведение крещаемых ко Христу. Ученики Иисусова, не желая постоянно ходить по разным местам, чтобы собирать желавших веровать, как это сделал Симоном, брат его и Сафанаилом Филипп, установили крещение, чтобы через него без труда приводить всех ко Христу и пролагать путь к вере в Него. А что ни то, ни другое крещение не имело одно перед другим никакого преимущества, это видно из следующих обстоятельств. Таких. Стих 25. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. Сказано. Святой Златоуст читает, что иудеям основывает на таком чтении последующее свое толкование. Ученики Иоанновых всегда завидовали ученикам Христовым, даже самому Христу. Когда же увидели, что они крестят, то начали говорить крещаемым, что их крещение заключает в себе нечто большее, чем крещение учеников Христовых. И взяв одного из крещенных, усиливались убедить его в том, но не убедили, а что они сами пришли к нему, а не он искал их. Послушай, как намекает на это евангелист. Он не говорит, что один иудей стал состязаться с ними, а было состязание от учеников Иоанновых с иудеем об очищении. Но заметь и скромность евангелиста. Страница 186. Он не употребляет слов укорительный, а сколько можно было, смягчает вину учеников Иоанновых, говоря просто «Было состязание с портс». А что состязание-то происходило от зависти, вины из последующих обстоятельств, изложенных евангелистам, даже без укоризны. «Пришли к Иоанну и сказали ему, разви, тот, который был с тобой при Ордане, о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». И 26-й. То есть к тому, которого ты крестил. Это они выражают словами, о котором ты свидетельствовал. Они как бы так говорили. «Тот, которого ты сделал известным и славным, тот осмеливается на то же, что и ты делаешь». Но они не сказали, которого ты крестил в таком случае, они были бы принуждены вспомнить и о гласе, бывшем свыше, и о сошествии Духа. А что они говорят? «Тот, который был с тобой при Ордане, и о котором ты свидетельствовал, то есть который был в счастье учеников твоих, который не имел в себе ничего больше нашего, тот, отделившись от тебя, крещает». Но не этим только они думали возбудить Иоанна, а и тем, что их слава стала наконец затмеваться. Все говорят, они идут к нему. Отсюда видно, что они не одолели и того иудея, с которым имели состязание. А говорили это потому, что были еще несовершенны, и еще нечисты от любочестия. Что же я? Опасаюсь, чтобы они, отделившись от него самого, не сделали еще чего-либо более худого. Он не сильно упрекает их. А что говорит? «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дана ему с неба» Си-27. Если здесь он еще не очень высоко отзывается о Христе, ты не удивляйся этому. Учеников, проникнутых такими чувствами, он не мог вдруг и с первого раза научить всему. Он хочет сперва поразить их страхом и показать, что они, враждуя против него, враждует не против кого-либо другого, а против самого Бога. Таким образом, что говорил и Гамалиил. «Не можете разрушить, чтобы не стать богоборцами. Берегитесь!» Деяния 5.39. Что прикровенно выражает здесь и Иоанн. Говоря, никто не может взять на себя, если не будет дана ему свыше. Он показывает, что они домогаются невозможного и оказываются поэтому богоборцами. Что же, сообщники Февды разве не от себя самих взяли? Но они взяли и тотчас были рассеяны и погибли. Дела же Христовы не таковы. Таким образом, Иоанн незаметно и успокаивает их, показывая, что затмевающий славу их не человек, а бог. Поэтому, если и дела его славны, и все идут к нему, удивляться не должно. Таковы дела божественные, и совершающий их есть бог. Иначе он никогда не смог бы совершить свои великих дел. Дела человеческие удобно постижимы и непрочны. Скоро разрушаются и погибают. А эти дела не таковы. Следовательно, они дела не человеческие. И смотри, как слова, о ком ты свидетельствовал, которые ученики Иоанна думали обратить, к унижению Христа, Иоанн обращает против них же самих. Показав сперва, что Христос прославился не от его свидетельства, он потом заграждает им уста таким образом. Не может, говорит человек, ничего принимать на себя, если не будет дано ему свыше. Что это значит? Если, то есть, вы вполне держитесь моего свидетельства и признаете его истинным, то знайте, что по этому самому свидетельству надлежит предпочитать не меня ему, а его мне. А что я свидетельствовал? Об этом я вас призываю в свидетели. Поэтому он и присоокупляет. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, но я послан пред Ним. Итак, если вы, держась моего свидетельства, ставите это мне на вид и говорите, о котором ты свидетельствовал, то знаете, что он не только не уничижается принятием от меня свидетельства, но еще более возвышается от этого. Иначе говоря, то свидетельство было не мое, а Божие. Таким образом, если вы меня считаете человеком достойным вероятия, то ведь я, между прочим, сказал так же, что я послан пред Ним. Видишь ли, как он мало-помалу показывает им, что то свидетельство есть божественное. Смысл его слов таков. Я служитель и говорю слова пославшего меня, не льстя ему по человеческому пристрастии, но служа его отцу, пославшего меня. Я не угождал ему свидетельством своим, а говорил то, что послан сказать. Итак, не считайте меня поэтому великим. В этом открывается его величие. Он сам есть Господь всех этих дел. Объясняя это, Иоанн присовокупляет. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха стоящий и внимающий ему радостью радуется, слыша голос жениха. Сия та радость моя исполнилась. Но почему он, говоривший прежде, что не достоин развязать ремень обуви, 1.27, теперь называет себя другом его? Он говорит это не превознося себя и не величаясь, но желая показать, что он к этому-то и стремится. Что это происходит не против его воли и не к огорчению его, а согласно с его желанием и старанием. И что к этому-то он и направляет все свои действия. Это он очень весьма разумно выразил названием друга. Потому что слухи жениха в подобных обстоятельствах не так радуются и веселятся, как его друзья. И так он, называя себя другом, этим означает не равенство свое со Христом, нет, но желает выразить свою радость, а вместе и снисходит к немощи своих учеников. Он указал и на служение свое, сказав, что послан пред ним. Но так как они думали, что он огорчается этим, то он и назвал себя другом жениха, показывая таким образом, что он не только тем не огорчается, но и весьма радуется. Я, говорит, он и пришел на это дело, и потому я так далек от того, чтобы огорчаться этими обстоятельствами, что тогда-то наиболее стал бы огорчаться, когда бы этого не было. Я тогда бы скорбел, когда бы невеста не пришла к жениху, а не теперь, когда наши желания исполнились. Если дела жениха преуспевают, то и мы счастливы. Чего желали мы, что сбылось, и невеста признала жениха. И вы сами свидетельствуете, что все идут к нему. Об этом-то я и старался, к этому-то и направлял все свои действия. Таким образом, видя ныне исполнение этого, я радуюсь, веселюсь и торжествую. Страница 188 Но что значит далее слова? Такие. Радостью радуется, слыша голос жениха, стоящий и внимающий ему. Здесь от притчи он переходит к настоящему предмету. Упомянув о женихе и невесте, он показывает, как происходит изведение невесты, именно глазом и учением. Так церковь сосчитывается Богу. Поэтому и Павел говорит, вера от слышания, слышание же от слова Божия. Римлянам 917 Итак, этот соглас меня радует. Но и выражение «стоя» он употребил не без цели, но с целью показать, что его дело кончено, что ему после вручения жениху невесты остается только стоять и слушать, что он служитель и исполнитель, и что его благая надежда и радость совершилась. Показывая это, он и пресокупляет. Сия та радость моя исполнилась. То есть дело, которое должно было совершиться, мной и сделано, и мы уже ничего больше не можем сделать. За тем, чтобы пресечь усилия скорбных чувств в своих учениках. Не настоящее только время, но и на будущее. Он открывает ему будущие события и удостоверяет в них как тем, что уже сказано, так и тем, что уже сделано. Для этого он пресокупляет такие слова. «Ему должно расти, а мне умоляться». Стих 30. То есть наши дела остановились и уже кончились, а дела его начинают расти. Чего вы боитесь? Что не на нынешнее только время предстоит, но еще увеличится в будущем. Это именно покажет наши дела в полном свете. Для того я и пришел, и радуясь, что его дела получили такое преуспеяние. И совершилось то, ради чего было все сделанное нами. Видишь ли, как спокойно и с какой мудростью он укротил их страсть. Погасил зависть и доказал невозможность их предприятия, от чего в особенности ослабевает зло. На это устроилось еще во время жизни и крещение Иоаннова для того, чтобы они, имея в нем столь высокого свидетеля, не могли уже ничем оправдаться, если бы не поверили. Он не сам с собой пришел высказать это, и не потому только говорил, что его спрашивали люди посторонние. Его ученики сами и спрашивали его, и слушали его. Если бы он говорил сам от себя, то они могли бы еще не поверить. Но слыша его ответы на собственные свои вопросы, они уже имели приговор сами против себя. Так и иудеи, потому именно, что отправляли от себя нарочитое посольство к нему. Слышали его ответы, и однако же не поверили ему. Поэтому-то и лишили сами себя всякого оправдания. Чему же мы научаемся отсюда? Потому что причина всех зол – тщеславие. Оно довело учеников Иоанна до зависти. Оно же возбудило их зависть и опять, когда они немного уже успокоились. Потому пришедшие к Иисусу, они говорят Ему, «Почему ученики твои не постятся?» – Матфея 9,14. Будем же возлюблены убегать этой страсти. А если будем избегать ее, мы избавимся от гиены. Она-то наиболее возжигает огонь, она всюду простирает власть свою и мучительски обладает всяким возрастом и всяким званием. Она не спровергла целой церкви. Она вредит делам гражданским. Она разоряет целые домы, города, народы, племена. И что удивляешься этому? Она проникает и в пустыни, и там показывает великую силу. Часто и те, которые оставляли большие стяжания и все обольщения мира, ни с кем не имели общения, овладевали самыми сильными подскими пожеланиями. И те, будучи плененые пустою славой, теряли все. За эту страсть фарисеи, трудившиеся много, поставлен ниже мытаря, который нисколько не трудился, но много совершил грехов. Осуждать эту страсть нетрудно. Все во мнении о ней согласны. А надо постараться как бы одолеть ее. Как же одолеть? Будем противопоставлять славе, славу. Как мы презираем богатство земное, когда взираем на богатство небесное, и не дорожим настоящей жизнью, когда помышляем о жизни гораздо лучше, так и мы сможем презреть и славу настоящего мира, когда будем помышлять о славе гораздо высшей, о славе истинной. Здешняя слава – слава пустая и суетная, имеющая только имя, без дела. А та слава небесная – слава истинная, в которой прославляют не люди, но ангелы и архангелы и сам владыка архангелов, а лучше сказать – вместе с ним и люди. Если будешь смотреть на то зрелище, если узнаешь тамошние венцы, если обратишься к тому прославлению, то земное никогда не овладеет тобою. Ты не будешь считать великим настоящее и не станешь искать приходящего. И в царских палатах ни один из оруженосцев, предстоящих царю, не оставит службы тому, кто облечен диагемой и восседает на престоле, чтобы заниматься криком ворон и жужжанием летающих мух и комаров. А похвалу людей – ничем не лучше этого. Итак, зная малоценность человеческих вещей, будем все собирать в безопасные сокровищницы и искать славу постоянной и неизменной, которой и расподобимся всем и благодатью, и человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.